Всем привет! Я Влада и это Биг Ньюз на ТНТ Мьюзик. Все самое интересное, что случилось в шоу-бизнесе на этой неделе прямо сейчас. Макс Барских привез шоу «Неземная» в Москву. Коронавирус ударил по шоу-бизнесу. Фестиваль Куачелло перенесен, десятки концертов звезд отменены. Группа «Время и стекло» объявила о распаде. Хамали и Новои отыграли большой сольник столицы. В сети появился новый трейлер блокбастера «Черная вдова». И самые актуальные новинки в блоке релиза недели. Макс Барских отыграл стадионный концерт в Москве в рамках мирового тура «Неземная». В российскую столицу певец привез несколько тонн декораций, команду из 16 танцоров и два десятка человек рабочего персонала. В последний раз Макс приезжал в Москву с сольным концертом полтора года назад. Поэтому на новом шоу артиста случился полный солд-аут. Мне кажется, это чувство сравнимо с сексом. Таким самым-самым ярким и самым приятным, которое может быть. Вот на момент концерта, каждый раз, когда я выхожу к своему зрителю и слышу, как они поют мои песни, акапельно, я просто скажу с ума. Это такая сила энергии. Тур «Неземная» стал самым технологичным и успешным в карьере артиста. А в некоторых городах Максу даже пришлось назначить дополнительные даты. Ты знаешь, что я плеваю, где ты и с кем, Ты сегодня меня потерял, Я на твоей целой, Заливаю печаль, Я трубаю в глаза, И лучше мне решать, Я хочу нацелать. На столичной сцене Барских также отпраздновал свое 30-летие, а после улетел на 7-дневные каникулы в Амстердам. А я хотел достойно встретить свой день рождения в этом замечательном городе, так как этот город подарил мне много вдохновения в свое время. И одни из таких важных песен я написал именно там. Всего в рамках тура Макс даст более 20 концертов. В США, Германии, Чехии, Дании, Швеции, Финляндии и Австралии. В Калифорнии из-за вспышки коронавируса отменили один из главных мировых музыкальных фестов Куачелло. Организаторы подтвердили, что переносят Open Air с весны на осень. В этом году в Лайнапе были заявлены Трэви Скотт, Фрэнк Оушен, Кельвин Харрис, Роди Рич, Да Бэйби и еще более 50 артистов. Теперь организаторам предстоит договориться о смене дат с каждым из хедлайнеров. Куачелло состоится в октябре. Вспышка коронавируса внесла коррективы и в графике множества мировых звезд, сольные туры которых были запланированы на весну. На днях Майли Сайрус отменила свой концерт в Австралии. Часть выступлений в рамках мирового тура перенесли BTS. Также отменили шоу Lil Nas X и Stormzy. Раньше срока концерты закончились у поп-легенды Мадонны. Коронавирус сорвал стадионные шоу Джастина Бивера и Green Day. Но Джастин, кстати, нашел выход из ситуации. Он поменял некоторые концертные площадки на менее вместительные, что уже несет меньший риск. В социальных сетях артисты попросили фанатов с пониманием отнестись к ситуации и дождаться, когда эпидемия пойдет на спад. Что касается России, пару дней назад мэр Москвы опубликовал указ о запрете проведения мероприятий больше, чем на 5 тысяч зрителей. В связи с этим отменилась большая вечеринка с Тифестом и Матранго в клубе «Арена». На неопределенный срок перенесся концерт американской поп-группе «Софи Такер» и на месяц вперед концерт ATL в «Адреналин Стадио». Организаторы грядущего фестиваля «Маятник Фуко» на той же площадке ограничили продажу билетов до 5 тысяч, поэтому ивент состоится. Также запрет может коснуться ближайших концертов Егора Крида и Эл-Джея. Дуэт «Время и стекло» после 10 лет существования объявил о распаде. Надя Дорофеева и «Позитив» обратились к поклонникам и рассказали, почему их время действительно истекло. Это была наша большая целая жизнь. Это огромный отрезок пути, который делал нас счастливыми, сделал нас сильнее, сделал нас добрее, вырастил нас как артистов. Мы просто продолжаем свой путь. Нет ничего такого плохого в том, что каждый из нас, как личность, как индивидуальность, она может продолжить свой путь дальше. Надя и «Позитив» представили поклонникам последний клип дуэта на трек «Навсегда-никогда», в котором показали 10-летний творческий путь группы. «Если я тебя забуду, то, наверное, навсегда, то, наверное, навсегда». В этой группе мы с «Позитивом» сделали максимально все. Все это делалось для вас, все это делалось вместе с вами. Все эти песни создавались, творились благодаря вам, поэтому спасибо вам огромное. Впереди у «Время и стекло» прощальный тур финальной титры, который продлится до сентября, а после артисты займутся сольными проектами. «Хамали» и «Наваи» отыграли большой сольник в Москве. Очередь в клуб протянулась на сотни метров и чуть было не парализовало уличное движение. Но все успели попасть на площадку, и шоу «Парней» началось вовремя. Смотрите, как это было. Мы просто делаем музыку, которая льется у нас из души, и она находит своего... «Отзыв». Да, отзыв в сердцах, и люди приходят. То есть мы не вкладываем, не пишем песни с целью собрать толпу. Мы просто пишем песни, но песни находит своих слушателей. Вот если мы лет 10 будем продолжать писать хиты, то уже можно будет собирать стадионы. Как руки вверх. Как руки вверх. Заберем меня, Скори. Только у нас будут прятки. Пока мы не уйдем, кальянный рэп будет существовать. Поклонники не догадывались, но шоу было под угрозой отмены. Наваи в последний момент свалился с простудой. Сорвал голос чуть-чуть, но я думаю, что порву его сегодня полностью. Концерт Хамали и Наваи посвятили поклонницам и своим вторым половинкам. Мы же такие же пацаны, и с чувствами, с эмоциями нам могут нравиться девушки, поэтому это нормально. У меня есть людей, которые строят себя правильно. Любой уважающий себя мужчина, если видит хорошую, красивую девушку, он должен за ней поухаживать. Под финал шоу на сцену вышла Мария Краймбери и исполнила с Хамали трек «Медляк», тем самым подогрев слухи о романе. Студия Марвел показала финальный трейлер грядущего блокбастера «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В центре истории бывшая российская шпионка Наташа Романов, которой предстоит встретиться со своим прошлым и вспомнить все, что было задолго до вступления в отряд «Мстителей», а заодно раскрыть заговор, который угрожает человечеству. Я скажу, как все будет. Наташа, не надо сутулиться. Я не сутулись. Ты хочешь горб заработать? Не споришь, мамы. Слушайте, ну вы... Спина, спина. Так, все, уймитесь. И ты тоже. Я молчала вообще, ты нормальная? Сценарий «Черной вдовы» был написан еще в 2004 году. Но почти 15 лет пролежал на полке, пока не уладили все вопросы по авторскому праву и не назначили режиссером австралийку Кейт Шортланд. Если коронавирус не испортит планы, как в случае с Джеймсом Гондом, мировая премьера фильма «Черная вдова» состоится 30 апреля. А что у нас там по плану? Правильно, пора обсудить все самые горячие новинки в блоке релиза недели. Елена Темникова представила первый англоязычный коллапс с голландским DJM Rehab «There You Wanna Be». У совместки есть все шансы стать большим хитом на российских и европейских танцполах. Рита Ора вернулась с треком «How to be lonely». Одним из авторов новинки выступил шотландский певец Льюис Капальди. Сингл войдет в грядущий альбом Риты Ора. «Литл Биг» выпустили трек «Уна», с которым представят Россию на Евровидении. Мнения о релизе разделились. Одни посчитали его слишком простым, другие – вполне прогрессивным на фоне остальных песен конкурса. Ферриичному видео на трек потребовалось 9 часов, чтобы преодолеть отметку в миллион просмотров на Ютьюбе. Все свежие релизы и лучшие хиты от героев мировых чартов есть не только в нашем эфире, но и на онлайн-радиостанциях «Тенте Мьюзик Радио» и «Хип-хоп Радио». Скачивайте наши приложения и слушайте любимые треки, а также главные новинки 24 на 7. А теперь про концерты звезд, на которые мы рекомендуем сходить в разных городах России. 19 марта Рауф и Фаик нагрянут в Санкт-Петербург. 21 марта Егор Крид соберет стадион в столице. 22 марта Матранг выступит в Екатеринбурге. И кое-что интересное для тех, кто не вылезает из соцсетей. Не пропустите новый прямой эфир «Тенте Мьюзик Лайф» на нашей страничке ВКонтакте. 19 марта в студию «Тенте Мьюзик» залетит один из самых актуальных поп-фрешменов «Вербип». Вас ждет крутой интерактив, живое выступление и откровенное интервью. Успейте задать свои вопросы артисту под анонсом в нашем паблике. Самые активные зрители получат подарки. Это были Биг Ньюз и я, Влада. Если вы пропустили выпуск в эфире, ищите его в приложении «Тенте Мьюзик» или на сайте в разделе программы. Увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok